Педагоги региона вслед за врачами с 1 сентября перешли на так называемую отраслевую систему оплаты труда. Иными словами, базовая часть их зарплаты, оклад, вырос. Правда, в октябре получили все по-разному, в зависимости от нагрузки. К примеру, зарплата у педагога начальных классов лицея номер 3, работающего в две смены, выросла при такой занятости на 8 тысяч рублей. А вот ее коллега работала в одной материальной стороне, ее жизни даже с ростом зарплаты существенно не изменилась. Если бы она у меня действительно увеличилась в 2-3 раза, то, естественно, я могла бы задуматься купить что-то себе или приобрести для семьи, или съездить в поездку. Нет, она стала чуть выше, но сказать, что она разительно отличается, я не могу. Не могут педагоги, учитывая даже повышение зарплаты, приобрести или расширить себе жилье, пусть и в ипотеку. Для этого, говорят, проще уволиться из городской школы и уехать в село. Ведь для сельских педагогов по ипотеке предусмотрены льготы. По-другому улучшить жилищные условия, конечно, можно, но сложно. Обратившись в банки, в наши, даже Сбербанк, выяснилось, что для простого учителя очень неподъемная сумма, тем более для одного достаточно почти под 10%, и я решила обратиться в наши органы власти. Я так понимаю, что сегодня вы с ответа на свой вопрос не получили. Что будете делать? Искать мужа, чтобы воспользоваться программой «Молодая семья». Такой совет дал молодой учительнице, спикер Краевого парламента Александр Романенко. Правда, он уверен, что повышение зарплаты педагогов с 1 сентября – это лишь начало долгого пути. Ведь цели и задачи у властей на ближайшие годы, и это планируют прописать в краевом бюджете, амбициозные. И мы планируем, чтобы 22-му году средняя заработная плата в Алтайском крае с 26 тысяч выросла до 35 тысяч. Мы все будем делать для этого, а главное, что мы должны делать, мы должны развивать нашу экономику. А пока зарплаты наших педагогов по-прежнему не сравнимы с теми, которые за свой труд получают учителя других регионов Сибири, и уж тем более их коллеги из столицы России. Татьяна Голубева, Николай Шелкодин с толком.